Турция тем временем за многие десятилетия неудачных попыток вступить в Евросоюз приходит к разочарованию и меняет траекторию. О том, как ползучая исламизация расправляется со светскостью, завещанной Ататюрком, наш специальный корреспондент Ася Емельянова. 25 лир, полицейские контроли, ты в раю. И князю Владимиру в 10 веке также описывали Софию посланники из Константинополя. Под куполом ангел, богородица в апсиде. Едва различим архангел Гавриил, но и то чудо, что хоть что-то сохранилось. В 1453-м, взяв город, Султан Мехмед совершил в храме пятничный намаз и велел обратить храм в мечеть. Фрески смыли, мозаики замазали, лики святых прикрыли металлическими накладками, четыре минарета поставили по периметру. Сюда приходят как в музей, но вы постойте хотя бы час, вы увидите, люди молятся. И христиане, и мусульмане, каждый по-своему, и они не мешают друг другу. Никто никому не мешал 80 лет. Мусульмане читают суры из Корана на кожаных щитах, христиане изучают древние мозаики. Штукатурку с образов смыли после декрета Ататюрка 1935-го, о превращении великой Софии в музей. Но если парламент проголосует и в собор вернутся мусульманские службы, значит опять замазывать. Изображения людей в исламе запрещены. То, что из Софии хотят сделать мечеть, в Турции вообще не тема. Случись такое, никто не удивится. У нас у власти радикальные исламисты. Что тут удивительного? Вот мир, да, мир тряхнет. Автора самой известной фразы, как счастлив говорящий, я турок, боготворят с детского сада. Первый президент республики, реформатор, блестящий военный. Вот его оценки. 42 балла из 45. Организация боя, стратегия, математика отлично, языки отлично. Сататюрка можно посидеть на одной скамье в его классе. Это Академия Генштаба, по окончании которой он был арестован и сослан за критику султана. Во дворце Далма-Бахче зайти в его кабинет, спальню. Это ванная комната и стойка с огромным количеством лекарств. Основатель светской Турции боролся с исламом демонстративно и всеми силами. Он принял декрет о равных правах мужчин и женщин, отделил церковь от государства. Это официальная биография. Но вечера об этом в Турции все еще шепотом проводил в обществе раскрашенных женщин. Курил и безбожно пил ракию. Церус печени врачи диагностировали перед смертью. Формально Ататюрк это все еще святое. И там наверху все оставили так, как будто он действительно просто куда-то вышел. Но у этого султанского дворца теперь есть и новый хозяин. Премьер-министр Эрдоган забрал себе всю правую часть комплекса. Уже пять лет это и его официальная резиденция. Часы во всех комнатах дворца показывают 9.05. Смерть Ататюрка. Но время в Турции замерло не навсегда. Полы в Далма-Бахче уже протирают женщины в хиджабах. Про великую роль армии в управлении государством теперь рассказывают в военном музее. Исламистам военные перевороты не нужны. Переменные контрасты видны даже в светском Стамбуле. На туристической площади таксим, мини-юбки и платки. В районе Фатих, там где в витринах роскошные свадебные платья, каждая вторая в чадре. В пятницу перед намазом у новой мечети не припарковаться. Будто никто не работает. Все здесь. Пляжи на юге уже разделены на мужские и женские. Есть мусульманские гостиницы. Мои студентки, многие в хиджабах. А взять нашу столовую, еще вчера там можно было купить вино, сейчас никакого алкоголя. Это совсем не та республика, о которой мечтал Ататюрк. Современная Турция уже стала радикальной исламисткой. В Стамбуле заканчивают строить мост через Босфор. Уже третий между Азией и Европой. Но нужна ли эта Европа Эрдогану? Куда повернулась Турция, Запад очень волнует. Вот эта карта владения Османской империи в музее армии сегодня самый пугающий экспонат. Египет, Аравийский полуостров, Балкан и Крым – это все было их. Как и при султанах, вопросами веры в современной Турции занимается специальное подразделение – Министерство религии. Огромное здание в столице, в Анкаре, бюджет 4,5 миллиарда. Их статистика – это 10 тысяч курсов Корана, 75 тысяч льготных путевок в Мекку ежегодно. В Турции сегодня 90 тысяч мечетей. Это здесь распределяют имамов. Свою зарплату они получают из государственного бюджета. Газеты, журналы, книги. В апреле будет свой телеканал. У современной Турции своя карта. Она не маленькая, мы не вынашиваем планы захвата территорий. Не нужно бояться ислама. На Западе часто сравнивают ислам с терроризмом, но это же не так. В 100 метрах от Министерства религии заканчивают строить новую мечеть. Здесь их сегодня больше, чем в любой мусульманской стране. Одна на тысячу человек. У Турции есть все, кроме Софии. И это вопрос политический. Если собор, как и 500 лет назад, снова захотят превратить в мечеть, вряд ли кого-то остановят потери. 40 миллионов долларов ежегодно оставляют туристы, чтобы хоть на минутку оказаться в этом раю. Ася Емельянова, Евгений Лагранж. Вести недели. Турция. Стамбул. Анкара.